Владимир Солодов призвал жителей Камчатки принять участие в конкурсе грантов президентского фонда культурных инициатив. В Камчатском выставочно-туристическом центре в Петропавловске состоялась панельная дискуссия, на которой обсудили проекты в сфере культуры. Дискуссия прошла в рамках делового форума «Дальний Восток. Зима. Открытий» под председательством губернатора Камчатского края и при участии главы президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. В 2022 году на участие в конкурсном отборе заявки подала 31 команда Камчатского края. В основном это проекты по проведению фестивалей, премий, форумов, а также проекты образовательные и наставнические. Стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий. Общая сумма проектов – более 124 миллионов рублей. Журтизм неотъемлемо связан с культурой. Камчатка ассоциируется у всех в первую очередь с красотой природы, но не меньшее значение имеет красота традиций. Камчатка – это место уникальных географических открытий, это место первооткрывателей во многих смыслах. Камчатка – это место, где мы гордимся традициями коренных народов. Ну и Камчатка – это регион, в котором мы особенно гордимся страницами, связанными с воинской славой, с страницами нашей истории. Мы работаем над созданием полноценного музея воинской славы на Камчатке. Соответственно, поручение и одобрение состава президента Российской Федерации этой моей инициативе получено. Будем стараться в ближайшие годы его запустить. И, конечно, мне очень важно в связи с этим активизировать всех, кто занимается культурой, кто связан с этим направлением у нас на Камчатке и в соседних регионах, в музее деятельности, в средних художников, средних писателей и всех тех, кто имеет отношение к культуре. И, пользуясь случаем, я хочу выразить большую благодарность Фонду культурных инициатив лично Роману Владимировичу за то, что сегодня Роман Владимирович с нами работает.